Добрый вечер еще раз. Меня зовут Снежана Крыстевая, я куратор музея Гараж, также со-куратор выставки Градющий мир. Кто из вас видел выставку, поднимите, пожалуйста. Вау, все видели класс. Ну, вообще, спасибо, что пришли. Что было? Что было? Я спросила, сколько людей видели экспедицию. Хорошо, хорошо. Я всегда спросила эту вопрос. Да, ну, я буду коротко. Мы очень рады, что к нам приехали Макс и Марьяна из Барселоны. Я их попросила как-то рассказать, как кураторство все-таки влияет на реальные процессы в жизни. Они курируют очень много интересных проектов и сегодня нам расскажут. Спасибо всем, что пришли сегодня. И я хочу поблагодарить Снежану и Екатерину за эту выставку. Конечно же, мы ее тоже уже посмотрели очень быстро, но в любом случае спасибо за экскурсию. И хочу поблагодарить Анну за все организационные вопросы, которые я решила. И хочу поблагодарить Игоря, который нас переводить будет. И техников, которые с нами работают. Я сейчас вас не вижу, но спасибо за то, что вы работаете здесь. Наша лекция называется «Кураторство и паутина жизни». И Макс начнет ее. Еще с 19 века мировоззрение западного индустриального мира модерна в основном считало себя самостоятельным, автономным. Дела человеческие были отделены от безграничной, неисчерпаемой и непоколебимой природы. Землей, жизнью, эволюцией и иологии занимались ученые-естественники. А дела человеческие изучали историки и социологи. Это онтологическое разделение давало нам образ природы, которая, казалось, никак не подвержена действиям человека, а также полностью отделяли социальные человеческие явления от природных факторов. Однако, катастрофическое воздействие индустриализма и капитализма на Земле полностью разрушило это разграничение между историей человека и историей жизни вообще. В последние несколько столетий атмосфера Земли испытала сокрушительное воздействие миллиардов тонн диоксида углерода от сжигания угля и других ископаемых видов топлива. Живые экосистемы стали искусственными и обеднели. Мы находимся с вами не только в кризисе экологическом, но и в кризисе или в революции в нашем осмыслении прошлого и создании нарратива о том, как мы стали жить в этом мире. Наука все яснее показывает нам, что этот катастрофический дисбаланс случился именно в тот крошечный период, когда человечество живет на Земле. Он крошечный по сравнению с огромной шкалой геологического и геофизического времени и эволюцией паутиной жизни. Однако появляются новые направления исследований на пересечении естественных и гуманитарных наук. Возникают новые дисциплины, которые пробивают бреши в этом барьере между науками о человеке и науками о Земле. Это экологическое право, это политическая экология, это экологическая экономика и так далее. Кроме того, когда художники, кураторы, выставки и музеи занимаются этими новыми формациями и создают общие, а не соседствующие только перспективы, что тогда возникает? Что возникает в этой экологии кураторства, в экологической истории искусств? Что возникает, когда мы интегрируем социо-природные процессы в рассказ институции о самой себе и так далее? В нашей лекции мы хотим показать, что некоторые практики в искусстве уже дают нам интересные примеры межсекционных экологически-гуманитарных подходов. И мы покажем то, как становление того, что мы сейчас называем современным искусством, было все-таки увязано на существующее представление о том, что человечество и природа разделены, что природа — это нечто внешнее, которое под отношением к человеку, и что этот поход уже устарел. Мы будем смотреть на XIX век, на то, как родилось это разграничение гуманитарного и природного мира. Затем перенесемся в Нью-Йорк 30-х годов и увидим, как это разделение легло в основу прототипического института современного искусства и послужило источником к созданию двух неудачных попыток классифицировать историю искусства как органический процесс. Далее мы покажем вам две нарративные практики, которые позволяют нам сблизить историю человека и историю природы, но при этом исходят из различных временных и геофизических масштабов. Мы также посмотрим на другие варианты истории, которые пишутся не людьми, а энергией, и посмотрим на эти перспективные возможности бывшего искусства, а также на дороги, которые мы не выбрали. И, наконец, мы расскажем вам о призыве к тому, чтобы пересмотреть саму форму выставки, как форму истории и нарратива, которая лучше позволит нам справиться с грядущим миром. В течение нашей лекции мы будем иллюстрировать этот более широкий нарратив дискуссиями и аудиописаниями произведения искусства из групповой выставки «4,5 миллиона. Вопрос материи», которую мы курировали в 2017-2018 году в Музее современного искусства города Бордо, Франция. Мы также покажем вам фотографии из других проектов бюро «Латитюдс», но не будем на них детально останавливаться. Например, это проект «Геологическое время». Это программа резидентуры в течение месяца, которую мы провели в Центре искусств и творчества города Банф в Канаде в регионе Скалистых гор осенью 2017 года. Вот это проект «Геологическое время». Я пропустил здесь один слайд, простите. Выставка «4,5 миллиона» включала в себя работы более 30 художников, и в нее входили произведения искусства, коллекции и культурные истории в их связи с экологическими процессами и геологической шкалой времени. Цифра в названии этой выставки — это возраст Земли, 4,5 миллиона лет, но также это аллюзия на знаменитой выставке Люси Липарт, куратора, с цифрами названий которой она организовывала с 1969 по 1974 год. Эта выставка была укоренена в прошлом здании этого музея в Бордо. Раньше это был «Энтрепо Лене» — склад колониальных товаров. Его стены из известняка когда-то были камнями глубоко в земле, а деревянные балки были когда-то деревьями, которые росли вглубь леса. Мы включили в эту выставку ряд документальных проектов, которые продемонстрировали взаимосвязь современного искусства, музея и богатства, которые создавали ресурсодобывающие индустрии. Мы соединяли таким образом науки о земле и историю колоний, социологию и политический репортаж. Простите, не очень удобно держать микрофон. Вот так. В этой выставке природа включала в себя и человеческие институты, и круговороты веществ и взаимоотношения, не связанные с человеком, конфигурации которых менялись от эры к эре и от эпохи к эпохе. Современное искусство и истории искусства времен модернизма в основном соглашались с этой онтологической и эпистемологической ложью, которая представляла, что люди творят свою историю сами по себе, и совершенно скрывала тот факт, что и творчество, и взаимоотношения людей, и экономика всегда были обусловлены биофизическими процессами. И вот это насилие, с которым пределы возможностей планеты, её круги обратной связи и её критические точки теперь накладывают свой отпечаток на наши человеческие процессы, на нашу политику, также имеют большие связи с тем, как мы рассказываем об истории искусства, о том, что мы понимаем как модернизм и современность, когда мы создаём выставки в контексте истории всей планеты, 4,5 миллиарда лет, и в контексте паутиной жизни. Само выражение «паутина жизни» здесь и в названии нашей лекции является продолжением системного логического мышления и восходит к Джейсону Муру, который ввёл эту идею в своей книге «Капитализм и паутина жизни» 15-го года вот так. Паутина жизни — это природа целиком, природа, которая пишется специально с маленькой буквы. Это природа в качестве нас, природа внутри нас и природа вокруг нас. Это природа как круговорот круговоротов. Если сказать проще, люди создают среду, а среда создаёт людей и организацию человечества. Хронология Земли, в которой человек является агентом воздействия на геологию, требует более тонкого понимания времени и требует нового нарратива в истории искусств, которые становятся более материалистическим. Творчество становится ещё одним следом в рамках нашего городского промышленного и консумеристского наследия, которое будет оставаться на миллионы лет в архивах Земли, как физический объект. Соответственно, выставки и истории искусств — это те дисциплины, которые обычно следовали парадигмам просвещения и модернизма. Они везде насаждают порядок, привносят структуру. Однако сейчас общество сталкивается со всё большим ощущением крайней непредсказуемости, крайней непредсказуемости, сложности и хрупкости экосистем. И эти системы сейчас находятся в состоянии, в котором раньше никогда не были. И в связи с этим, какие роли могут сыграть искусство и нарратив об истории искусства в том, чтобы остановить распространение мифа о том, что человечество совершенно автономно и что наши знания уже достаточно, что мы знаем всё. Теперь пределы возможностей планеты показывают нам пределы наших знаний. Как же тогда традиционно авторитетные институты могут двигаться вперёд, признавая своё незнание? Если мы будем говорить об историчности природы наряду с современным искусством, мы сможем заново осмыслить масштабы времени и подчеркнуть ответ на вызовы природы. Например, в 80-е годы изобретение создания дискурса устойчивого развития привело к иллюзии, что планетой можно управлять в рамках стандартных критериев и параметров, и что устойчивость и пороговое значение можно очень легко задать с потолка, просто включив экологию, как ещё одну колонку в нашем бухгалтерском учёте вместе с экономикой и обществом, и создать такой успокоительный компромисс между эксплуатацией и сохранением природы. В выставке «4,5 миллиона» была выставлена работа Эми Балкин. Она как раз смотрит на то, как технократия и финансовые системы ускорили наше потребительское присвоение природы на уровне атмосферы и внесли в неё ещё больше порядка и контроля. Вот её работа, эти цифры, а дерево — это работа другого художника, Петта Видала. Сейчас я вам проиграю аудиоописание, которое читает Хайди Раббин с нашей выставки. Эми Балкин. В течение выставки произведение «Нынешняя цена на углекислый газ» фиксирует ежедневную стоимость квоты на выброс СО2 на самом главном рынке углеродных выбросов в мире, рынке Евросоюза. Мы эту систему обновляем каждое утро вручную, чтобы показать цену в евро на квоту выброса в одну метрическую тонну углекислого газа в Европе. Загрязнители атмосферы, электростанции, фабрики получают эти квоты или выкупают их на аукционах и обмениваются ими, для того, чтобы снизить затраты на производство. Эта схема родилась из-за роста влияния финансового сектора на рынках с 70-х годов. Это было быстрое решение, которое позволило абстрагировать качественную проблему борьбы с изменениями климата и превратило ее в товарный рынок, который делал эту молекулу СО2 единственной причиной всех проблем. Соответственно, в этой тенденции выброси можно очень выгодно для себя избегать, но никак не справляться при этом с нашими проблемами ископаемого топлива. В этом смысле глобальное потепление представляло собой просто рыночную проблему, которую можно исправить, регулируя атмосферу. Еще в 2000-е годы существующее представление о экологии и экологических проблемах в основном сводилось к вещам, которые творились в каких-то очень отдельных местах, в нацпарках, в зеленых лесах и где-то там в арктических пустынях. Далеко. Таким же образом, деградация среды из-за извлечения ресурсов, из-за выбросов отходов, из-за загрязнения тоже представала как внешний фактор. Сейчас мы уже смотрим не на окружающую среду, а на паутину жизни, на систему Земли. Мы теперь не воображаем себе безграничный рост и бесконечный линейный прогресс. Мы теперь подошли к точке исчерпания ресурсов и к точке невозврата в нелинейном и крайне непредсказуемом мире. Термин глобальное потепление выплеснулся из академических исследований в широкую общественную среду в середине 90-х, тогда же, когда кураторские практики и бенали искусства стали обсуждать глобализацию и глобальный гуманизм. Распространение бенали и ярмарок искусства создало регулярный цикличный глобальный календарь искусства, который подчинялся смене времен года и выглядел почти как природный цикл. Хотя эта история распространяется только на 20 лет, нужно подчеркнуть, что не только масштаб, но и дискурсивный контекст того, что мы знаем, как современное искусство, тогда выглядел совершенно иначе. Идея современного искусства как глобального языка, как мультикультурной территории, которую предстоит нанести на карту, а также идея того, что крупномасштабная групповая выставка — это авторское утверждение, выдвигались тогда впервые. И доминирование европейских и американских художников тоже только впервые ставилось под вопрос активно. Сами названия выставок, например, первая Бьеннале в Кванчжу «Поверх барьеров» и главной секции 23-й Бьеннале «Сан-Паулу» 1996 года «Универсалис» очень красноречивы. В то время как сейчас настроение Бьеннале — это скорее тревога, смешанная с надеждой, тогда название типа «Поверх барьеров» передавали нам оптимистичный месседж глобального гражданства, который пересекал все границы между идеологиями, территориями, религиями, расами, культурами, человечеством и искусством». Конец цитаты. Видите, большой Бьеннале и много тем. Критические позиции в этом глобальном мире чаще всего концентрировались вокруг художников, которые мысли глобально и работали при этом с местными концептами и материалами. То есть искусство становилось позитивистской космополитичной практикой, которая объединяет традиционность и международную понятность и универсальность метафор. Искусство становилось международным языком, который обращается к актуальным глобальным темам. В то время как эти выставки могли как-то интегрировать в себя постколониальные исследования и пытались как-то рассуждать о экономическом подъеме новых глобальных игроков на рынке, их поэтический плюрализм и их идея обмена сейчас кажутся уже устаревшими. И, что еще важнее, они, кажется, вообще не приспособлены для того, чтобы понять те неизбежные экологические границы, в которые сейчас ударяется человечество. Говоря коротко, то, что мы сейчас понимаем как современное искусство, созрело в 90-е годы, и оно прямо и очень неоднозначно связано с идеей глобализации. Например, карьера знаменитого швейцарского куратора Гарольда Зеймана, который недавно, в 2014 году, скончался, показывает нам очень яркий сопутствующий нарратив и его траектория от Кунстхалли в Берне к знаменитым выставкам «Живи в голове» 1969 года, к статусу независимого гибкого агента в 70-е годы, и к 99-му году, когда он задал формат венецианской биеннале как крупномасштабную авторскую международную выставку, а не только ряд национальных павильонов. Среди всяких предметов частного творчества, среди его переписки, среди произведений и фотографий, которые вошли в выставку «Музей одержимости», посвященную Зейману в прошлом году в Кунстхалле в Берне, среди них была экспонатом вот эта масса ярлыков на багаж, который он собрал за годы своих странствий в аэропортах. Мы видим здесь лейблы бизнес-класса, багажные ярлыки, просадочные талоны, все с надписью «Приоритет», «Скоростное» и так далее. Это показывает нам любопытство Зеймана, его статус знаменитости и его привилегию часто летать и странствовать по всему миру. Сам Зейман называл это нагромождение объектов произведением искусства. Он называл его «Скульптура путешествий» с 1960 по 2004 год. Это был такой тотемный столб, который много лет висел в фабрике «Роза», его архиве и библиотеке в Швейцарии, а затем был выкуплен институтом исследования имени Гетти в Лос-Анджелесе. Скульптура путешествия сейчас, безусловно, может считаться неприятным объектом. Этот термин мы заимствуем у миссиканской художницы Марианны Кастильо-де-Валь. Во-первых, поскольку у него неоднозначный проблемный статус как произведение куратора, который перебил свой статус постфактум, но, кроме того, оно фиксирует огромный рост авиаперелетов за время жизни Зеймана и ту угрозу климата, который несет в себе нормализация гипермобильности. И скоро такое произведение искусства может стать настолько же табуизированным, как груда слоновых бивней. Мета-история природы в последние десятилетия показывает нам, что природа никогда не присутствует просто так. Разные версии природы существовали в разное время. Природа тоже исторична. Как вообще можно было думать иначе? Что привело к тому, что природу списывали как неподвижную, неподвижную, бесстрастную и неизмеримую, практически с невидимыми границами. Как указывали историки Кристоф Боняй, Жан-Батист Фресо и другие, разграничение гуманитарных наук и естественных процессов случилось из-за углубления в двух областях знания, из-за развития двух, геологии и эволюционной теории. Публикация «Начал геологии» Чарльза Лайла в 1930-й по 1933 год дала западному миру первый четкий аргумент в пользу того, что возраст Земли значительно старше, чем 6000 лет, как об этом буквально говорит Библия. Вывод Лайла, что возраст Земли составляет несколько сотен миллионов лет, и что она является результатом древнего, незаметного глазу изменения, значительно расширило хронологию и замедлило темп естественных процессов. хотя мы знаем теперь, что его оценка тоже была крайне консервативной. Теперь часы природы были перекалиброваны. Природа стала чем-то огромным и медленным, а не капризным и катастрофическим. И теперь ученые, такие как Дарвин и Альфред Уоленс, могли исследовать вопрос происхождения видов и сказать, что оно тоже является результатом миллионов лет незаметных глазу изменений. Временные рамки жизни оказались радикально расширены. Эволюция человека же оказалась чем-то сравнительно новым, и, соответственно, увеличился зазор между природным миром и миром человека. В течение 19 века он только рос. Геология и исследования эволюции разделились и стали самостоятельными направлениями исследований. И, соответственно, история Земли и история видов на ней оказались отделены от действий человека и от социальных феноменов. С одной стороны, у нас была история человека, с другой стороны, у нас была естественная история. Между ними возникла непроницаемая стена, которая разделяла время человека, и время природы. Параллельно к этому сфера исследований климатологии и климатологии становилась все более абстрактной и все более увеличилась в масштабах, уже не концентрируясь на конкретных местах. Далее, социология в основном вывела за скобки мир природы как фактор в своих исследованиях. Очень часто это происходило потому, что имперские колониальные нарративы показывали, что, утверждали, что так называемые продвинутые общества неуязвимы к импульсивной дикости природы. Некоторые идеи все-таки препятствовали этому санитарному кордону между природой и человеком, но тогда их считали опасными. Художник Николас Манган создал видеоинсталляцию «Древний свет» 2015 года. Она была включена в выставку «4,5 миллиона». Она запитана от солнечных батарей. Николас Манган. Это произведение базировалось на идеях Александра Чижевского, русского ученого, который в 1920-е годы предположил, что цикл солнечной активности и солнечных пятен, 11-летний цикл, влияет не только на погоду и урожаи, но также связан с революционной возбудимостью масс. Он отказался опровергать свои теории, которые противоречили официальному советскому объяснению составных частей русской революции, и поэтому он попал в лагеря в 1942 году и 8 лет провел в лагере. Вот сейчас вы услышите описание этой работы, ее читает Джасти Филлипс. Николас Манган. «Древний свет» 2015 года — это закольцованная аудио-видеоинсталляция, которая буквально и метафорически запитана от энергии солнца. Система солнечных батарей была поставлена на крыше музея в Бордо. Она заряжает батареи, которые находятся в галерее, которые запитывают видеопроектор. Название «Древний свет» связано с старинным юридическим понятием — «право на свет». В Лондоне до сих пор можно видеть таблички, которые показывают окна, которые защищены от будущего строительства, которое могло бы закрыть им доступ к свету. На одном из экранов мы видим мексиканскую монету «10 песо», которая все время там крутится на замедленной съемке. На реверсе изображен солнечный календарь, который дает нам сведения об ацтекской космологии и об их представлении о том, что Солнце необходимо постоянно подпитывать кровавыми жертвоприношениями. А второй фильм сводит вместе несколько дискурсивных сюжетов и о человеке, и о природе. Мы видим циклы солнечной активности в графиках, которые регистрировал Александр Чижевский, русский ученый, который предположил, что цикл солнечной активности может быть связан с социальными волнениями и революциями. Далее нам показан спил дерева, который показывает информацию о климате площ прошлого в годовых кольцах, как деревянной базе данных. Дальше мы видим зеркала, которые концентрируют солнечную энергию на центральную установку электростанции в Севилье. Благодаря новым технологиям, это первая солнечная электростанция, которая может работать и днем, и ночью. Произведение таким образом основывается на идеях период дичности и трансформации. Кроме этого, Манган также показывает нам, что запитав это произведение от солнечной батареи, мы можем сделать какое-то противопоставление испокопаемому топливу и обращается к политике его родной Австралии, которая не желает переходить от старой технологии к новым. Краткая темпоральность человек и того, что мы называем специальная эпистемиологическая зона гуманитарных наук, дальше сказывалась на современное искусство и формировала всю историю искусств. В 30-е годы в Америке, как раз когда доминантные течения западного искусства переселялись из Парижа в Нью-Йорк, как абстрактное искусство, перед Второй мировой войной, родилось два несколько различных структурно-морфологических видения истории искусства. Они приняли облик дерева или корня на разном уровне абстракции и они дали нам очень характерную картину того, как природу заставляли работать как метафору художественного прогресса человечества. Дерево современного искусства, посаженное 60 лет назад, созданное Мигеем Каварубес, было впервые опубликовано в журнале Венития Фэр в 1933 году. Через несколько лет Альфред Барр создал свою знаменитую диаграмму, схему стилистической эволюции искусства с 1890 по 1935 год. Барр основал институцию, которая стала архетипичным музеем 20 века, МОМА, Нью-Йорк, который открылся в 1929 году, и Барр стал его первым директором. Эту схему опубликовали на обложке каталога, который был выпущен к выставке 1936 года в МОМА «Кубизм и абстрактное искусство». Не этот слайд, а предыдущий слайд, я имею в виду. Возвращаемся к рисунку Каварубеса, вот этому. У него ровно 50 листочков. Каждый из них — это фамилия современного художника. Все это белые европейские мужчины. Семь корней этого дерева — это отцы-основатели искусства. Делакроа, Домье, Давид, Пуссен, Энгр, Курбе и Куро. Рядом с деревом мы видим отброшенные в произведения древнего классического и аборигенного искусства. Это греческий бюст и карикатурная догонская статуэнтка. Рядом с ними мертвый листочек. Они показывают нам, что модернизм питается жизнью сам по себе. У корней и деревьев лежит человек и смотрит на пустую рамку. Это астерическая карикатура на Барра, который решал, что поместить в его музей. Хотя, без сомнения, эта схема изначально была такой юмористической и образовательной, до некоторой степени, картинкой, тем не менее, эта генеалогия показывает нам экстремальное упрощение. Символ дерева делает более природными исторические и материальные динамики культуры, демонстрирует, что они так же неизменны, как рост дерева и неизбежны, как рост дерева. Мы смотрим на образ природы, но видим в нем достижения человечества. Все взаимоотношения упрощаются, даже не к взаимодействию и противодействию, а к однонаправленному потоку питательных веществ и влияний. А реальность технологического, экономического и колониального доминирования, индустриализации, капитализма одновременно искрытая от глаза и подразумевается как нечто тоже природное. Но этот кажущийся натурализм оказывается не столь подлинным, потому что мы понимаем, что для того, чтобы показать слияние дальнейших течений, это дерево, его рост, его схематическое разветвление оказалось искажено. Оно представляет собой дерево на шпалере или бонсае с перекрученными ветками, искусственно, для того, чтобы оно оказалось более продуктивным или отвечало заранее за одному искусственному идеалу. Его облик ненатурален. С другой стороны, схема Баара аналитична, она в своих узлах содержит название школ и течений, а не фамилии художников. Более того, она двигается сверху вниз, это скорее система бассейнов, из которых сливается вода под воздействием гравитации, или это бассейн реки. Она схематична, абстрактна, но показывает историю тереологически, с точки зрения конечной цели, как рациональный, научно-технологический прогресс, который превращает природу во все более и более чистую абстракцию. И хотя здесь история современной искусства показана более честно, в своей связи с индустриализацией, мы видим здесь машинную эстетику, как один из пунктов, но Барр показывает этот ярлык красным цветом и также красным высвечивать негритянскую скульптуру, искусство Ближнего Востока и японскую гравюру. Это показывает, что все эти факты и эти практики создания визуального искусства для Барра существуют в какой-то другой плоскости. И здесь просто в качестве комментария мы должны упомянуть Рейнхарта, который также создал в 1946 году свою схему в виде дерева. Вот это структурное, схематическое представление об истории и вопрощение истории искусства также является вопросом темпоральности. Влиятельная книга Джорджа Кублера 1962 года «Форма времени» «Заметки об истории вещей» предложила новую форму истории искусства, которая не анализировала символику отдельных объектов для того, чтобы поместить их в морфологию времени. Вместо этого Кублер изобразил нам бесконечное развертывание последовательностей различных особенностей, потребностей и проблем. Прекрасные вещи, вещи полной надежды, бесполезные вещи, которые формируют своего рода закономерности, сходные с ростом растения или эволюцией языка. За много десятилетий до этого Фернан Бродель порвал с теми историками, которые считали, что природные факторы с временем года, положение океанов, неурожая и погода просто пассивным фоном для действия человека. В своей трилогии «Средиземное море» 1949 года Бродель изобразил природу как активный действующий фактор в долгой перспективе в течение длительных периодов времени поверх различных трендов и паттернов. Бродель выделил три временных аспекта, которые разделяли природу и общество. Природа и климат практически незаметны глазу, так медленно они развиваются. Экономика и общество развиваются быстрее, а события, политика и жизнь человека, история именованных людей — самая быстрая из этих трех темпоральностей. Как многие другие историки 20-го века, Бродель предполагал, что мир природы настолько медленен и цикличен, что взаимоотношения человека с ним каким-то образом оказываются вневременными, а значит, их нельзя поместить в контекст истории. Как бы противостоя вот этой долгой истории Броделя, подход микроистории создал другую методику, очень близкая, мелкомасштабная форма анализа. Традиция микроистории сложилась в конце 70-х и начале 80-х годов, в особенности с выходом книги Карла Гинсбурга «Сыр и черви. Космос мельника в 16 веке». Она была опубликована в 76-м году и представила собой скрупулезный анализ документальных свидетельств жизни одного конкретного человека, который ничем больше не отличился, который попал под суд инквизиции и был осужден на смерть. Там, где глобальная история должна была сражаться со своим собственным евроцентризмом и релятивизмом и как-то вписывать в себя точки зрения незападных культур, которые ранено не принимало внимания, микроистория просто оставила в стороне все научные представления об обществах до модерна и отвергла твердое разделение между официально писанной историей и другими формами документации истории и создания смыслов. Этот метод смотрел и, главное, рассказывал очень детально о аномалиях, о совпадениях, о случайностях. И, соответственно, показывал, как события в мировой истории очень часто зависели от крошечных деталей, от случайностей и о том, как история могла пойти иначе, радикально иначе. Критика вот этой работы с фрагментами, а не с большими структурами также основывалась на метафоре Деева. Настоящие, в кавычках, истории изучали все дерево истории, его большие ветви, это ее ствол, а микроистория поднимала отдельные листочки. Микроистория говорила об исключительности нормы, об исключительности повседневности, о данных, которые имели крупномасштабные последствия. как писал Джованни Леви, даже, казалось бы, крошечные действия, например, кто-то пошел купил батон хлеба, на самом деле включает в себя всю огромную систему зерновых рынков всего мира. Точно так же, зернышко кофе может открывать дверь в огромную историю того, как в течение двух веков европейское буржуазное общество, рабство, плантации и конкретный напиток были связаны неразрывными цепями. Крошечные фрагменты прошлого в виде семян растения кофе-арабика, обычных зерен кофе, иногда все еще возникают как будто бы из ниоткуда в здании музея Бордо, где прошла выставка 4,5 миллиона. Сегодня зернышко кофе может неожиданно материализоваться на стопке бумаг на офисном столе. Чернецкой недель оно может появиться на полу галереи. Очевидно, что в течение многих лет, пока это здание жило как склад колониальных товаров, по нему рассыпалось несколько мешков кофе. И теперь зернышки кофе и зернышки перца попали в трещины деревянных досок пола и деревянных балок. И теперь вот вываливаются из них много-много лет спустя. В самом начале нашей подготовки выставки Франсуа Пусе, один из работников музея, показал нам, как он скопил целую кружку таких зерен за многие годы своей работы, и она стала одним из первых экспонатов выставки. только с появлением экологической истории в Соединенных Штатах в 60-е годы истории стали видеть с точки зрения экосистем или природных систем вне человека. Экологическая история смотрит на человека как на биологический объект. И таким же образом можем ли мы хотя бы представить себе экологическую историю искусства, которая смотрит на произведение искусства и на художников как на биологических и геологических агентов воздействия, а не на импрессионистов, постминималистов и всего такого. В этом смысле история искусства не только реализация творческих потенций человека, но и что-то, что возможно только благодаря стабильности атмосферы. Обсуждая то, как рассказывание истории может быть интегрировано в науку о среде, антрополог Джулии Крикшенк недавно задала такой риторический вопрос, а можно ли думать от лица ледника? Она имеет в виду, что ледники и истории ледников могут расширить наши концептуальные представления и доминирующие способы мышления. В 1949 году, тогда же, когда Бродель опубликовал свое Средиземное море, эколог Альдо Леопольд придумал выражение «Думай, как гора» в своей работе «Альманах Сент-Каунти». Он предложил, что историю можно рассказывать и даже создавать произведение искусства с точки зрения нечеловеческих предметов, того, что не является человеком. Можно ли представить себе искусство без человека? Исходным моментом, отправной точкой в выставке 4,5 миллиона было мышление с точки зрения экологии и геологии, точка зрения, согласно которой произведение искусства можно считать динамикой органического и неорганического вещества во времени, сырье, у которого есть конкретный минеральный энергетический и химический состав. Эта точка зрения контрастирует с общепринятым представлением о произведениях искусства как о неизменных авторских объектах, которые, как будто бы, имеют смысл только в рамках человеческого конструкта истории искусства. В течение всего процесса мы старались развенчать представление об автономии произведения искусства, развенчать представление о том, что искусство это онтологическое состояние, которое можно включить или отключить, и вместо этого показать произведение искусства и осмысленные объекты как часть материального континуума различных качеств. Сырья, архива, документа, свидетельства событий, комментария к событию. Произведение «Линия белых камней» было создано британским скульптором Ричардом Лонгом. Оно было заказано к реконструкции музея в Бордо в 1990 году. Оно находится на крыше террасы музея и состоит из прямоугольника 40 метров длиной и полтора метра шириной, состоящего из бледного туронского известняка. Этот камень брался в каменоломнях Мальвиль возле города Ла Тур-Беланш в департаменте Дордоне. Эта каменоломня принадлежит компании Лафарж, которая производит цемент, строительные смеси и бетон. В 2014 году линия белого камня применила такой пепельный серый цвет из-за атмосферных загрязнений и наращения водорослей и накопления пыльцы. С согласия художника это произведение заменили на свежий белый камень, а посеревший, потемневший камень взяла себе компания Лафарж и им потом мастила дороги. Однако, главный курактор Анна Кадене в этом музее сохранила себе один камешек из старой версии произведения, как сувенир. Это уже не произведение искусства, и этот камень, выведенный из произведения художника, снова стал геологическим объектом, возрастом 89 до 93 миллиона лет. Таким же образом, сам музей Бордо, само его здание, является не только архитектурным фоном, но и местом взаимодействия общей истории природы и человека, в которые входят, например, древние микроскопические морские организмы, которые вошли в состав известнякового камня в стенах, деревья, которые стали балками и перекрытиями, исторический труд рабов на французских колониях в Кабрибских островах, плодородие почвы в плантациях и так далее. И это привело нас к методикам, в которых мы сочетали материальность, твердые научные данные, а также политические и культурные интерпретации, интегрировали социальную и экологическую материю и ее круговорот в историческое повествование. Более того, мы интересовались теперь не только историей и практикой искусства, которое связано с историей природы, но и тем, что возникает, когда все представление о том, что это две разных сферы, рушится. Проекты, которые нарушают многовековое разделение естественной и человеческой истории, и которые часто, так же как микроистория, используют нарративные подходы. Вот что нас интересовало. Вот когда речь идет, например, о работе Марии Терезы Альвиш, искусство превратилось в новую форму исследования, своего рода ботаническую биографию. Давайте послушаем аудиоописание работы Марии Терезы Альвиш, представленной на выставке. Мария Тереза Альвиз. Проект начался в 1999 году и называется «Семена изменений», «Семена перемен». Он фокусируется на феномене балластной флоры. Это ранее неисследованная область ботаники, которая связана с историей глобального капитализма и работорговли. Начиная с 20 века современные грузовые суда используют в качестве баланса воду, чтобы стабилизировать пустое судно. А в прошлом парусные корабли использовали в качестве балласта землю, если груз колониальных товаров был слишком легким. Этот балласт было легко сбрасывать, чтобы освободить место в трюме. С 1500 по 1915 год много тонн этого балласта почвы с семенами переносились по глобальной сети торговли товарами и рабами и сбрасывались на берегах Европы. До сих пор существует много таких нечаянных колонистов, растения из Африки и Америки, которые укоренились в Европе. И они очень часто дают новые ростки, когда землю переворачивают для строительства. Хотя у Франции работорговлю запретили в 15-м году, в 1815, но преследование по закону началось только с 1931 года, поэтому тайны работорговой экспедиции в Бордо продолжались до 1837 года. после 15-го года из этого города ушло по крайней мере 42 корабля в поисках рабов. Альвис исследовала и вела полевую работу в разных городах, в Марселе, в Дюнкерке, а также в британском порту, откуда уходил максимум работорговых экспедиций в Ливерпуле. художница проследила, где сбрасывали балластную почву, используя исторические карты портов, собирала фотографические данные и опрашивала местных жителей. Она также взяла пробы почвы и попыталась прорастить эти исторические семена, чтобы таким образом дать новую жизнь этому историческому архиву, который лежал нетронутым сотни лет. Недавно это привело к созданию сада балластной флоры на плавучей борже в английском городе Бристоль. История искусства также можно рассказывать через призму энергии, показывая, насколько глубоко теории искусства прошлого были укоренены в конкретном метаболизме энергии, в ровороте энергии в экономике. У нас есть четыре работы в этой выставке художника Александра Бальтео-Язбека в сотрудничестве с историком искусства Медиа и Фарзин входили в две серии, связанные с интерпретацией истории искусства и ее взаимопроизведения с глобальной политикой на рынке нефти и глобальными конфликтами, и наоборот. У каждого произведения его подпись на стене была частью самой работы, и эти исследования сопоставляли разные факты и произведения искусства, например, скульптура Александра Калдера, венесуэльские и американские интересы на рынке нефти, холодную войну, МОМО в Нью-Йорке и участника попечительского совета в МОМО с 30-х по 70-е годы, бизнесмена и политика Рокфеллера. Работа Терренса Гауэра соединяла историю искусства и архитектуры с историей минеральных богатств. Сейчас мы послушаем аудиоописание этой работы. Утопия на природе и общественный дух 2008 года работы рассказывают историю взаимодействия между ураном и урбанизмом, деньгами и современным искусством в Канаде 50-х годов. Горнэлер-промышленник Джозеф Гершгорн, родившийся в Латвии, использовал богатство, которое скопил на добыче урана, для того, чтобы собрать огромную коллекцию искусства, одну из крупнейших частных коллекций в мире. На ее основе в 1974 году был открыт музей и сад скульптур имени Гершгорна на променаде Молл в Вашингтоне. Институция Терренса Гауэра и его выдуманная реклама впервые были показаны как элемент заказа именно в музее Гершгорна. Но задолго до формирования этого музея Гершгорн представил себе такой утопический город в провинции Онтарио, где будет выставляться его коллекция, а также будет новая урановая шахта, там будут жить рабочие и будут построены офисы. В 1955 году Гершгорн нанял архитектора Филиппа Джонсона разработать план такого утопического города, но этот проект так и не реализовался. Работа «Ночь саги» художницы Марианны Хайер документирует создание скульптуры, которая теперь входит в коллекцию Майхёгена. Это музей под открытым небом, музей народной культуры в Лилихаммере в Норвегии. В Майхёгене расположены исторические здания, церкви, сельские усадьбы и лавки, выставленные по хронологии. Там представлены жилые дома. Это дома, которые показывают отдельные десятилетия 20 века, от 1900 года до дома будущего 2001 года, что показывает развитие жилой архитектуры и архитектурных стилей в Норвегии. Марианна разместила новую секцию асфальтовой дорожки на улице, которая соединяет эти дома, с точки, которая соответствует 1968 году. Это год, когда в Норвегии впервые нашли нефть и газ в Северном море. И эта асфальтовая дорожка покрывает разделы музея, которые соответствуют 1970, 1980 и 1990 годам, и заканчивается там, где вот эта улочка музея под открытым небом заканчивается на краю леса. Это произведение привлекает внимание к радикальным изменениям, которые сложились в Норвегии с открытием нефтяных богатств. А обычно в истории Норвегии это как-то умалчивается. Здесь мы видим экономику и культуру, которая создана не благодаря многолетнему и многим поколениям труда и бережливости людей, а из-за внезапного открытия природных богатств. С точки зрения нефтяных капиталов, соседями Норвегии являются не Швеция и Дания, а Катар, Иран или Объединенные Арабские Эмираты, государства, которые также вкладывают значительные суммы нефтедолларов в культурные проекты и современное искусство. С 2005 по 2006 год художница Хейер была номинанткой Балдуриата Норвежского государственного гранта на искусство. Это тоже нефтедоллары, но она решила продолжить работать в государственных учреждениях искусства Норвегии и не пользоваться этими деньгами. Она поместила этот грант, вложила его в акции норвежских нефтяных компаний, то есть она реинвестировала эти нефтедоллары в их исходный источник, а затем она продала эти акции и этим финансировала проект NotchSag, который я вам здесь показал. Привлекательность микроистории, а также биографии объектов в биографии материалов лежит не только в возможности примирить социальные, культурные, художественные и экологические аспекты истории, но также, как мы говорили, в том, что этот подход открывает историю сослагательному наклонению. Что могло бы быть? Нынешний кризис в климате не был неизбежен, и мы о нем узнали не вчера. Таким же образом, конкретные намеренные действия определенных лиц, облеченных властью, определенных государств и корпораций имели особенно разрушительный эффект, и все они игнорировали века информации, предупреждений и научных данных. Проект Кристины Гермауэр и Романа Келлера, «Дорога, которую мы не выбираем» 2006-2007 года, был частью выставки «Соединенная альтернативная энергия». Это ретроспектива работы этого дуэта, которая была выставлена в Орхусе в Дании в 2011 году. Главной темой стала история энергии и фрагмент технологического экспоната, являвшегося частью истории. 20 июня 1979 года президент США Джимми Картер открыл 32 солнечные батареи солнечных обогревателя на крыше западного крыла Белого дома. В этот же день он объявил о федеральных инициативах, направленных на то, чтобы 20% энергии США обеспечивались возобновляемыми источниками энергии к 2000 году. В своей речи Картер объявил, «Через поколения эта солнечная установка будет либо курьезом, музейным экспонатом, примером дороги, которую мы не выбрали, или же просто станет маленьким фрагментом одного из величайших и самых восхитительных приключений американского народа, когда мы сможем обуздать энергию солнца, чтобы обогатить наши жизни и перестать зависеть от импорта нефти». Это демонстративная энергетическая программа, однако потом попала в тень кризиса с заложниками в Иране всего несколько месяцев спустя, а его наследник, рыночник Рейган, который считал, что все эти солнечные батареи — это шутка, просто снял их с Белого дома. «Дорога, которую мы не выбрали» — это документальный фильм или СССР, который следует за художниками, которые пытаются отыскать эти солнечные батареи. Они оказались на университетском кафе в штате Мэн. Они там стояли с 1992 по 2005 год и прекрасно работали. А затем художники взяли две этих панели, привязали их на пикап, который работает на растительном масле вместо бензина. Предостережение Картера оказалось верным. Действительно, две этих солнечные батареи оказались в музеях. Художники подарили одну из них музею и библиотеке Джимми Картера в Атланте, а другую Национальному музею американской истории в Вашингтоне. Однако, как сейчас, 40 лет спустя, мы можем понять дальновидность Картера и неудачу его инициативы? Фильм прослеживает современный резонанс этих идей, политическое и историческое эхо этого забытого эпизода американской политической истории. Они взяли интервью для этого у всех, кто был связан с этим проектом, в том числе у самого президента Джимми Картера. Такие проекты, как произведения Эми Балкин, Николаса Мангана, Мэри Терезы Алвиш, Теренса Гауэра, Марианы Хайер и дуэты Химауэр Келлер и многие другие, показывают, что то, как мы рассказываем истории о прошлом, тесно связано с тем, как мы будем реагировать на задачи настоящего и будущего. Всего месяц тому назад Музей современного искусства, МОМО, в Нью-Йорке, главнейшая институция в сфере искусства 20 века, мы его уже несколько раз упоминали сегодня, показал свою новую экспозицию. Эта новая экспозиция наконец перестала использовать доктрину движения за движением за движением, которая многие десятилетия была главной его классификацией искусства 20 века. Сейчас показано больше произведений женщин, не западных художников, художников не белой расы, и хотя до сих пор эта экспозиция хронологична в основном, теперь в ней есть какие-то интересные тупички, ответвления, интересные сближения. Фотография раньше была загнана в свой уголок, а теперь она представлена рядом с живописью, кино и перформансами. Теперь не используются ортодоксальные ярлыки шедевр, гений, прорыв, а также ярлыки типа экспрессионизм или фавизм. Все они изгнаны из сопроводительных материалов музея. Одержимость этим однонаправленным нарративом наконец уступает место чему-то новому, но нам требуются более радикальные изменения. Климатический кризис, вызванный действиями человека, глубоко сказывается на том, как мы смотрим на историю и на рождение современного мира. Теперь мы задумываемся уже о потенциальном вымирании человека. Можем ли мы парадоксальным образом заново представить себе исторические практики без человека, заново визуализировать связы прошлого, настоящего и будущего за пределами человеческого опыта? Можем ли мы представить себе не только историю искусства за пределами современности или за пределами жанра, но историю искусства за пределами писанной истории в привычном смысле слова, культурную историю всего вида. Вопрос того, как мы можем представить себе историю искусства и художественное творчество внутри социологических систем, остается открытым. Мышление по-новому, создание новой логики вне дуализма человека и природы требует нас новых нарративов, новой грамматики и новых стратегий выстраивания отношений. Нам нужен и новый язык, паутина жизни, климатическая катастрофа, а не климатические изменения, глобальный нагрев, а не глобальное потепление. В этой альтернативной концепции история показывает нам человеческие действия, как всегда связанные с паутиной жизнью. Мы видим и человечество в природе, и природу в человечестве. Используя это представление, мы можем вообразить себе историю искусства и создание выставок в других перспективах, изнутри наружу и снаружи внутрь. Мы будем теперь использовать не метафоры дерева, не упрощенные схемы потоков. Мы будем воображать в себе сложную сеть, такую же сложную, как круговороты вещества и капитала на планете. Мы показываем то, как природы, во множественном числе, репрезентировались раньше, как структурированы социальные и культурные отношения, как их пересекают эти потоки материи и энергии. Все это показывает нам и создает не только новую историю искусства, но и новые институции искусства, с маленькой буквой «и», которые полностью отвергают разделение человека и природы. Удивительно, но в 1936 году, тогда же, когда была выставлена выставка БАРа «Кубизм и абстрактное искусство», и была создана вот эта его схема стилитической эволюции искусства в МОМА, в этом же году в этом музее была выставка Эдварда Штайхена, которая называется «Дельфиниумы». Это была выставка, которая длилась неделю, выставка цветов, современных цветов, гибридов и культиваров, которые были показаны как творческие произведения фотографа Эдварда Штайхена самого. Промышленный капитализм дал нам коллекцию МОМА в Нью-Йорке, но также он создал институции наподобие садов Кью в Лондоне, крупнейшую и саморазнообразную ботаническую и микологическую коллекцию в мире. Настоящее и будущее требует от нас переосмысления и освежения теоретической модели всего жанра выставки, ее возможностей и ее предпосылок. Так, если мы позволим более широко и глубоко взглянуть на создание произведения визуального искусства, мы сможем преодолеть это катастрофическое разделение между миром гуманитарным и миром природным, и след, который это разделение оставило на институциях знания, из-за чего наша история, искусство и художественные практики стали видеться как альтернатива природной паутине жизни. Если историю Земли сжать до одних суток, то современное человечество возникнет только в последнюю минуту, а промышленная революция и капитализм с его ископаемым топливом появится только в последние две тысячные доли секунды. А климат, который обеспечил разжигение культуры цивилизаций, был стабильным. А теперь грядущий мир несет нам беспрецедентную нестабильность, перенаселение, вымирание и конфликты. Вопросы будущего будут связаны не только с политическими решениями о том, что мы не можем терпеть, вопросы типа «Сколько можно?» и «Доколе?», но и вокруг нашей возможности соединить как будто бы противоположные друг другу масштабы и темпоральности. Очень малый масштаб и очень большой масштаб. Конкретное и широкое. Индивидуальные, личные, профессиональные решения. Например, когда мы полетели в Москву на самолете, чтобы рассказать с вами, или что мы будем есть на ужин. Сопоставить это с большими структурными факторами, например, субсидии и штрафы, которые будут использоваться в транспорте будущего, или международные тенденции в потреблении, или международные договоры о сельском хозяйстве. Как говорил культуролог Маккензи Уорк, «Сейчас цивилизация страдает от дурной метафизики. Она не может соединить конкретное и общее. Политика слишком локальна, мыслит слишком короткой перспективой, а дизайн слишком общий и стрижет все под одну гребенку. Институциональные структуры, которые находятся посередине между общим и частным, сейчас разрушаются, причем самопроизвольно», — пишет Уорк. Какими бы ускользающими ни были роли искусства и выставок, они дают нам некоторое представление об идеях, которые создают интересное противоречие, если их свести вместе. О таком маневрировании между глубоким временем и микроисторией, макро- и микромасштабом, историей всего вида и историей капитализма, индустриализации, историей частного мира, конкретного опыта человека, и коллективным прошлым и коллективным будущим. И мы находим вовсе не универсальную, единую структуру, не единое древо современности, а бесчисленные конкретные перспективы и практики, социальные и идеологические системы, институции и формы воображения в самых разных состояниях здоровья. И закончим я вот этой картинкой. В 90-м году художник и ВИЧ-активист Давид Войнарович создал произведение, которое состоит из фотографии, на которой он держит в руке маленького лягушонка и вот с таким текстом в углу. Цитирую. Какова работа этого малыша в мире? Если этот малыш умрет, будет ли мир знать об этом? Почувствует ли мир это? Что-то сместится в мире? Если этот малыш умрет, станет ли мир немножко легче? Начнет ли планета вертеться немножко быстрее? Если этот малыш умрет, его тело уже не будет перемещать воздух. Так станет ли воздух от этого двигаться быстрее? Что сдвинется, если этот малыш умрет? Станут ли люди говорить немножко по-другому на своем языке? Если этот малыш умрет, проснется ли где-то какой-то ребенок от кошмаров? Разорвется ли какое-то почти незаметное звено в общей цепи? Запнется ли ход цивилизации? Спасибо за внимание. Друзья, если у кого-то появились вопросы, поднимите, пожалуйста, руку, мы передадим микрофон. Вы можете как и на русском, так и на английском языке их задавать. Вопросы, комментарии? Спасибо. Очень много работы на осмысление вашей лекции. Мне интересно, вы говорили о необходимости в новых институциях, в новом языке, в новом подходе к выставкам. Вы сами кураторы. И я куратор. И мне интересно, в ваших будущих проектах или, может быть, вы уже включили что-то из этого нового языка, новых методов в свою практику создания выставок? А второй мой вопрос. В выставке, которую вы здесь видели, я вам не показал один фрагмент, мы заказали трем разным людям, художнику, теоретику и философу, сделать прогноз на будущее с 2030 до 1300, как в названии выставки. И вот мне интересно, каковы ваши прогнозы на будущее? Я знал, что вы спросите. Это то... Знаете, все хотят знать, что мы можем сделать и как мы можем справиться с грядущим. Но у нас нету хрустального шара, к сожалению, мы его не захватили с собой для того, чтобы заглядывать в будущее. Мы просто кураторы, и мы пытаемся сами найти ответы на эти огромные вопросы. И вот мы поработали... Мне не нравится это слово, мне нравятся терминологии, экологические вопросы, но так мы это сейчас называем. Мы много раз получали такой ярлык, зеленые кураторы, хотя мы на самом деле вовсе не зеленые кураторы. Но работая с этими темами, очень быстро получаешь такой ярлык. Но у нас нет ответов, но мы много думали об этом с самого начала своей работы, с наших первых больших проектов 2006 года, когда мы изучали ленд-арт, ландшафтное искусство 60-70-х годов, и то, как оно понимается в современности, и как его наследие... как, например, мы показали вам в историческом разрезе эти вопросы, значительно старше, чем нам казалось. Мы сейчас только начинаем об этом задуматься, но художники, и не только художники, писатели, историки, политики, экономисты думали об этом много-много лет назад, за много раньше нас. И сейчас, когда мы начинаем это копать, мы понимаем, что мы уже опаздываем. Мы уже очень поздно беремся за то, чтобы определить, что мы должны сделать, определить новые термины, например, как сейчас говорить о климате, как нам работать куратором, какие личные решения принимать, как мы упомянули в конце. Это повседневная борьба, каждодневная, которую приходится вести. И вот мы прилетели в Москву, что нам есть на ужин, как нам добираться домой. Все это повседневные решения, связанные с этим. Они все важны в этом разрезе. Я смотрю на свою лягушку каждый день, выражаясь образно, и задаю себе эти вопросы, что я могу делать, как человек, и как профессионал в сфере искусства. У меня нет ответственности на эти вопросы. Но я ищу эти вопросы. Эти ответы... этот прогресс длится все время, не только для меня, но для каждого человека, для всех, кто живет в обществе. Когда речь идет о будущих проектах, опять же, вопрос в том, чтобы использовать это на практике каждый день. И опять же, мы независимые кураторы, и поэтому мы привносим свой голос в разные институции, когда мы начинаем работать над какой-то выставкой или каким-то другим проектом. И тогда мы озвучиваем эти вопросы. Мне кажется, это один из самых ценных вкладов, которые мы можем внести. Задавать эти вопросы, задавать эти вопросы институциям, которые иногда слишком поглощены своей повседневной жизнью и не задумываются о большой картинке, о большой перспективе. А мы спрашиваем их, как вы работаете вот с этим, вот с этим. Вот это. Было бы хорошим вариантом. Например, мы... Я не буду сейчас много останавливаться на деталях, но мы освещали такие проблемы, мы задавали о них вопросы, институции отвечали нам, а мы всегда работаем вот так. И в этот момент у меня что-то щелкает внутри, я говорю, нет, это нехорошо, этого недостаточно. Да, и мне кажется, что когда я ищу об институциях будущего, мы пытались здесь это показать, мы хотели бы видеть больше проникновения между институциями современного искусства и не только ими, но и институциями, которые рассказывают другую историю, которые изучают историю с другой стороны и которые всегда были частью этой общей истории, которая до сего дня была отделена от истории искусства, но на самом деле они не разделены так. И есть уже такие институции, которые добились большого успеха в формировании новых нарративов, в преодолении барьеров, использовании разных архивов, в сочетании естественной истории. это, например, культурой эллирвельт в Берлине, это замечательный пример таких практик. Ну и, наверное, как люди в мире искусства, нам нужно... Да, я знаю, что ты сейчас скажешь. Да, по нашему опыту работы в Бордо с этой выставкой, когда речь идет о нашей будущей практике, о том, что мы хотели бы взять этого на будущее, мы, конечно, будем создавать выставки, которые, ну, в некоторой степени, неудобны для просто музея искусств, художественного музея, и мы пытались на это намекнуть уже включением произведений, которые не являлись на самом деле произведениями искусства, экспонатов, которые были раньше произведениями искусства, например. И мы использовали, например, сожженные документы для того, чтобы показать, что границы между тем, что мы считаем произведением искусства, архивом, документом и так далее, что считается произведением искусства, а что нет. У нас много есть таких предрассудков, которые на самом деле не существуют в действительности, и нам хочется бросать какой-то свет на эти предрассудки. И я хочу еще упомянуть, что вот документы 13, и Кристоф Баркаев, директор этого мероприятия, мне кажется, оказался очень влиятельным событием, очень важным проектом в истории крупномасштабных выставок. В том числе в том, что они открылись и другим нарративом, не только человеческим нарративом, не только антропоцентрическим нарративом. Мне кажется, это мероприятие стало очень важным на следе. Спасибо за вашу лекцию. Она очень была вдохновляющая, и она немножко разбивает нам сердце. Да, заканчивайте этой вот фотографией лягушечки. Нет, даже вся она такая. Я хочу спросить. Вы упомянули, что здание, в котором проходила выставка, что его исторический контекст был тоже для вас важен. И я хочу спросить, а как вы привлекали внимание к этому контексту? Это было как-то в архитектуре выставки. Как вы рассказывали историю этого здания? Первый экспонат, который вы видели, войдя на выставку, я не знаю, есть ли он на слайде, был предмет, который мы нашли, и мне кажется, никто раньше в музее о нем не слышал. Это были документы о строительстве здания. Это была стопка бумаг, которым показывали стопка. Это были бумаги архитектора этого здания. И, соответственно, эти бумаги зарождали уже эти метафорические идеи слоев, связи между геологическими слоями, стратификацией и архивами. Это был документ, в котором архитектор фиксировал, кто работал на стройке и какие материалы были использованы. Строительство было очень быстрым, кстати. То есть в этих документах зафиксированы каждый камень, каждая доска, каждый час работы и рабочих. Мы называли эти документы своего рода викторианским файлом Excel, электронной таблицей. И этот экспонат был в самом центре внимания на входе в выставку. И в том же зале была литография плантации в Антийских островах, с которыми в основном торговал город Бордо, и литография набережной в Бордо. А посередине между ними была одна страница, мы нашли всего две страницы таких документов. Это документ того, что находилось в складе, это реестр всего, что было на складе в конкретный момент времени. Это тоже то, что сейчас было бы электронной таблицей. Это список всех товаров. Кофе, индиго, каучук. И вот мы поместили очень заметно, очень наглядно эти экспонаты в первом же зале. Еще у нас было два специально заказанных произведения. Одно из них художница Илания Гальперин, и она работала вместе с кафедрой геологии университета Бордо. Ее работа, это был фрагмент камня, кусок камня. Один из гидов показывал камень и рассказывал историю, и показывал письмо от этого камня вам, как зрителю. И в этой истории рассказывались очень такие трогательные вещи, если смотреть близко на этот камень. Это грубый кусок известняка. Мы видим, что он сделан из мертвых животных. Он сложился, состоит из скелетиков мелких животных. Такой известняк. Это была часть проекта, который соединял произведения искусства и различные научные сообщества, у которых были разные взгляды на это здание. Кроме этого, у нас была лекция, которую читал геолог. Это только один пример такого подхода. Так что здания, как мы упомянули, когда речь шла о кофейных зернах, они просто падли на нас с потолка. Это здание само как бы плакало своей историей. И тот же самый камень очень характерный, потому что все здания в Бордо сделаны из такого же камня. Это... Если вы из Бордо, этот камень становится для вас незаметным, потому что он окружает вас каждый день. Все фасады одинаковые. Из-за загрязнений, конечно, они стали значительно темнее, чем это здание, которое недавно чистили. Но вы видите, что эти морские организмы все равно выступают из камней на углах зданий. Для нас это был очень красноречивый объект. И в то же время это очень функциональное здание, создано из двух материалов, из камня и дерева. И это был склад колониальных товаров, а значит, он связан со всеми этими нарративами. Первый вопрос был, откуда шли все эти товары? И дальше можно было мыслить, начиная с этой точки. Мы начинали с этих вопросов, и беседовали со всеми сотрудниками музея, и все они раскрывались перед нами, рассказывали что-то новое, делились знаниями, проводили какие-то связи. Было очень интересно собирать знания, собирать информацию у всех этих сотрудников, которые много лет там работают. И многие из них действительно очень много узнали, что мы бы не узнали просто так. Эти факты хранятся в головах людей, а не в архивах. И очень важно было для нас вот эта устная передача знания от человека к человеку. Да, это пример того, как мы работали с практикой микроистории, то, что мы уже упоминали. В этой выставке многое было собрано нами благодаря такой детективной работе по сбору информации, связанной с этим зданием. Спасибо за вашу лекцию. Это была замечательная вещь для ума. Я хочу задать вам довольно личный вопрос. Есть два вида людей, и два вида художников, как мне кажется. Люди, которые разделяют человечество и природу, и люди, которые считают, что природа и человек являются одним и тем же. Я хотел вас спросить. Вы работали с художниками, которые считают, что природа и человечество разделены? И что они вам говорили в ответ на ваши мысли? И каково ваше личное мнение на этот счет? Нет, я не уверен, что нам доводилось с ними работать. Вы имеете в виду искусство не с точки зрения человека, не с антропоцентрической перспективы? Например, когда не очень здорово быть одним существом и все? Нет, я думала о темах экологии и о сфере природы вообще. Я думаю, я понимаю, о чем вы. Один подход, который мы использовали в нашей работе над выставкой, это идея доказательной базы. Некоторые произведения становились своего рода комментарием или подтверждением нашей точки зрения, а другие были доказательной базой, свидетельством определенных практик. Если вы понимаете, о чем я, они были симптомами вот этого мировоззрения, которое вы описали. Так что мы не работали с такими художниками, но мы демонстрировали их работы так, что они становились доказательством, свидетельством чего-то. Не то, чтобы обязательно эти художники симпатизировали индустриализацией природы, но в качестве примера вот мы включили ряд плакатов, заказанных компанией Shell, нефтяной компанией. Они заказали художнику Пьер Дерану сделать ряд плакатов, серию плакатов, и он приезжал на их нефтеберабатывающие заводы, Пьер Дерану. Вот детали его эскизов. Я не знаю, какова была его этическая позиция, он разделял эти идеи или был против, но это та визуальная культура, которая возникает из культуры переработки нефти. Так что да, вот это другой тип практики художественной на этой выставке, если понятно, о чем я говорю. Друзья, будут ли у вас еще вопросы? Здравствуйте, спасибо за вашу лекцию. Меня также волнует тема экологии. Я хочу вас спросить, есть ли какой-то способ создать выставку более экологично, перевозка произведений искусства, печать информационных материалов, пиар? Самый экологический способ это выставка воображения. Можно ли сделать выставку более экологичной? Можно сделать ее более экологично, но я не уверена, что можно сделать стопроцентно экологичной. Я не уверен, что это возможно. Это если коротко отвечать. Да, я не думаю, что... Здесь аналогией может быть научная конференция, например. Научная конференция, конференция по теории искусства, когда съезжает целая армия людей, все они летят самолетами, чтобы сидеть вместе в комнате и беседовать друг с другом и читать свои выступления. Эти мероприятия действительно имеют важную научную ценность. Но если вы климатолог, вы можете задать вопрос, а почему мне нужно лететь за полмира, чтобы беседовать там об этике климатических изменений? То есть у других сфер исследований есть свои такие конфликты, этические, потому что они понимают, что конференция ведь не только связана с обменом информации, точно так же, как выставка про издение искусства, это тоже не просто обмен информацией зрительной. В ней важно, что эти тела присутствуют вместе в одних залах, двигаются по ним, встречают другие тела. Человеческое взаимодействие это бесценная часть выставок. Иначе научные выставки можно заменить на сессии по Ютьюбу, потому что есть очень много всего хорошего на Ютьюбе. Но даже смотря Ютьюб, вы потребляете энергию. Конечно. Но я имею в виду, что можно сказать, что мы не можем сказать, что стопроцентно так или нет, есть или нет экологичность. Мы можем сделать более эффективно, экологические какие-то мероприятия. Можем ездить на меньше конференций, ездить на меньшее Бьеннале. Пожалуйста. Но я думаю, что нулевой выброс углерода в мире искусства, хотя и можно представить, но это будет что-то совершенно другое. Как я уже говорил, в мире современного искусства глобализация развивалась с ним одновременно. И нам нужно тогда вообразить себе, что наши сообщества начнут съеживаться, уменьшаться. то есть возникает сразу целый ряд вопросов об интернационализации в искусстве, о том, какая профессиональная жизнь теперь может быть у художника, и как мы осмысляем нашу экосистему искусства. Мы говорили в историческом аспекте об истории современного искусства, Европа, Америка. Это все. История, которая фокусируется на очень конкретных местах, но теперь история стала интернационализированной, глобальной. Так что трудно сказать, каково будет будущее искусства в этом смысле. И может быть, конечно, когда речь идет о культуре Бьеннале, мы видим такой поворот в сторону фокуса на региональном, на региональных сообществах. И вот эта идея глобальности, международности и некоторого такого списка глобальных художников теперь, возможно, оказывается, не настолько устойчива, ее уже нельзя поддерживать. Но, мне кажется, на ваш вопрос нельзя ответить окончательно, но он дальше вызывает другие очень важные, очень актуальные вопросы о сцене искусства, о том, что такое локальность, что такое международность. И о том, что такое право и привилегия на путешествия. Надеюсь, я как-то помог вам осознать этот вопрос. Но, может быть, у других есть другие мнения на этот счет, не знаю. Да, как и в мире еды, да, есть движение, еда с нулевого километра, может быть, искусство с нулевого километра, его очень трудно себе представить, которое нельзя перевозить, но так или иначе. Друзья, будут ли у вас еще вопросы? Если нет, то в таком случае я бы хотела еще добавить, что Музей Гараж благодарит компанию Сюбур за поддержку данной лекции. Следите, пожалуйста, за мероприятиями у нас на сайте, мы будем очень рады видеть вас снова. Спасибо. Макс, thank you. Муряна, thank you so much. Thank you for coming, everyone. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...